Куда же ты лезешь со своим мелким ростом? Ира, куда ты опять? Куда ты? Ты никогда не остановишься. Я даже об этом не разговариваю, я просто молча ухожу. Его можно называть? Он же запрещенный. Привет всем, меня зовут Ирина, я художник-модельер по прическам. И на конкурс Мисс Блокнот я пришла для того, чтобы победить. Сейчас мы находимся в студии. Студию я назвала, даже долго не думала, своим именем и моей фамилией. Студия Ирины Кроуз. Побольше масштаб, до этого у меня была маленькая студия. В прошлом году мы в ноябре открыли ее, побольше сделали. Здесь сейчас у нас работает 8 мастеров. Я окончила 9 классов. И потом я поступила на ту профессию, по которой я знала, что однозначно работать не буду. Это мастер производства молочной промышленности. Но так как большую часть, куда пойдут дети учиться, выбирают родители, у меня не было выбора. Мама сказала, идем туда. Я отучилась. Когда пришло время практики, я поняла, что когда я зашла на завод, что я точно технолога молочной промышленности не буду. Потому что молоко это совершенно не мое. Когда я работала в детском доме, мне все время хотелось деток сделать более красивыми. Потому что детки и так немножко отличаются тем, что они в детском доме. И когда их просто стригли вот эти обрубленные челки, они шли, у них просто было жалко. И думаю, нет, так не пойдет, надо пойти окончить курсы парикмахера. Потому что жалко было детей. Поняла, что мне это нравится больше. Я взяла тогда комнату в аренду. Параллельно я еще была воспитателем. И поняла все-таки, что быть парикмахером это мне ближе. Живем мы вдвоем с ребенком. Так получилось, что мама в том году умерла. И в принципе у меня на данный момент только сестра есть. Сестры у меня две, я средняя. Есть старшая и еще младшая. Ребенок у меня сыночек. Ему 10 лет. Тоже очень активный. Занимается фунтболом. Ходит на английский. В кванториум. Тоже очень активный. Вообще я очень разносторонний человек. И поэтому, когда люди наблюдают за мной в соцсетях, они говорят, Ира, куда ты опять? Куда ты? Ты никогда не остановишься. А так, я три раза в неделю ухожу в спортзал. Помимо этого, часто ездим с ребенком отдыхать. Это море. Он любит горы. Я не в поисках, потому что сейчас настолько у меня активный период жизни, что пока на эту тему мне даже некогда думать. Мне очень важна честность. Я не люблю ложь, и я ее никогда не прощаю. Есть люди, которые могут с чем-то смириться или что-то простить. Я никогда не прощаю обман. Для меня, какая бы правда ни была, для меня ее лучше сказать сразу. Если вот я вижу, что человек где-то что-то недоговаривает, или потом выясняется то, что было что-то неправда, это все. Я даже об этом не разговариваю. Я просто молча ухожу по-английски. Почему я пришла на конкурс? Потому что здесь уже все стабильно. Девочки работают, работа идет. Мне захотелось новых эмоций. И когда я открыла соцсети, я увидела, что идет набор кастинг. Я решила подать заявление, и все, подала. У меня есть любимый преподаватель. И как раз обучение пятидневное, одна ступень у него стоит как раз 100 тысяч. И если я выиграю этот приз, значит я поеду к нему на обучение осенью. Его можно называть? Он же запрещен. Я думаю, поймут все о чем речь. Есть, да, соцсеть, где я показываю свои работы, где я демонстрирую, когда обучение проходит, своя личная жизнь с ребенком. А так еще есть отдельный аккаунт студии, где мы активно показываем работы мастеров. Да, это все ведется с хейтерами. Конечно, я даже сюда заявку подала, где были написаны мои параметры, рост метр шестьдесят. Были женщины, которые написали, что симпатичная, удача, все такие вот приятности. Мужчина написал, куда же ты лезешь со своим мелким ростом? Ты же не пройдешь. Думаю, все, хейт начался, хейт убыть. А так я хейт тоже очень люблю. Очень, не знаю, вот он меня прям подзаряжает и все. Да деньги же это такой материальный ресурс, который я могу заработать в любое время. Тем более у меня технолог молочной промышленности есть, учитель начальных классов есть, парикмахер универсал есть. Деньги можно заработать при желании в любом месте. Как я всегда говорю, меня хоть в необитаемый остров отправь, я ей там найду, где заработать. Любовь, конечно, потому что, ну, Бог же нас не зря создал каждой твари по паре. Это должно быть, потому что, ну, это наполненность человека. Но на данный момент пока человек, с кем я буду в гармонии, я не нашла. Будет, я буду рада. Предательство. Потому что поэтому я развелась. Может, поэтому я и одна, что, да, сталкивалась. Я просто поняла, что пришло время, когда нам нужно идти другими дорогами разными. Потому что я человек, который развивается, который хочет дальше, больше, быстрее. А он человек, который любит медленно и на одном месте и всю жизнь. Мне это не подходит. Все-таки люди должны расти, развиваться и вместе, если это пара, да. И если вы хотя бы не идете в одну сторону с бизнесом, то хотя бы поддержка должна быть моральная, да. А когда я вижу, что человеку не нужно развитие, его устраивает то место, на котором он сидит, ну, я поняла, что нам уже не по пути. Потому что я считаю, что мисс, это ж не только по пираметрам, да, там должна быть высокая, симпатичная. Я считаю, что человек должен обладать всеми качествами и совокупностями. Это быть стрессоустойчивой, выносливой, доброй. Я всеми этими качествами обладаю. Поэтому я считаю, что я достойна этого приза. Победа. Ну, правда, я же говорю, деньги – это такой ресурс, который этот приз можно заработать. Не в призе дело. Для меня вот победа важна.